Так, что я сегодня хотел рассказать-то? А, да, вот. А там как всегда быть счастливым. Что такое счастье? Счастье это когда все желания, бац, захотел что-нибудь и реализуется. Когда все что не захотел, все есть. Самое забавное, что мы хотим получить именно эмоциональное состояние, а не объект. Мы хотим получить, допустим, хотим покататься на машине быстро. Мы хотим ощутить эмоциональное состояние от быстрой езды. А нам, в принципе, без разницы, как мы будем ездить или вообще будем ездить или нет. Нам нужно драйв, эмоции, когда мы хотим даже покушать. Само удовлетворение голода – это мельчайшая часть. В основном мы хотим получить эмоциональное состояние. Вот это еда, холодит, вкус заходит, эмоции, 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 эмоции. Но что происходит, когда, допустим, мы что-нибудь хотим, но обламываемся? Допустим, нам некогда или еще какая-нибудь отговорка находится. Мы просто подавляем желание, мы не разрешаем себя ощутить, испытать это эмоциональное состояние. Мы откладываем это в долгий ящик. Это желание никуда не девается. Все желания так иначе хранятся у нас в шкафу и тревожат нас. Регулярно тревожат нас. Образуется нереализованные потенциалы или отвергнутые эмоциональные состояния. Кому-то как удобно. Эти эмоции нас тревожат. Можете промоблюдать, допустим, если у вас самый яркий пример. Если у вас в течение месяца не было секса, то при виде красивой девушки у вас сразу все желание переклинивается. И вы больше ни о чем не можете думать, кроме как... А, да. Если вы девушка, то, может быть, у вас не при виде девушки. Тем не менее, при виде противоположного пола у вас возникает желание. И все. И вы не можете уже ни о чем другом думать. Вот только об этом. Что делать? Благо, если человек пережил хотя бы раз какое-то эмоциональное состояние, даже если не пережил, он может просто вспомнить его, загрузить. Вы просто берете, вот сейчас вы захотели чего-то, хоть мороженого, хоть кока-ковы, хоть шашлыка, хоть чего-нибудь другого. Вы можете просто взять и попросить себя вспомнить это эмоциональное состояние и прожить его, даже не будучи, не проявляя это наяву. Просто прожить эмоциональное состояние, как бы представьте его себе. И желание уходит. Все, желания нет. Вы удовлетворили свое желание, вы прожили. Причем с опытом приходит такое яркое проживание, вплоть до визуальных образов, тактильных образов, вкуса, звука. Все, вы проживаете. И все. Это желание больше не властает над вами. Вы снова свободны, вы можете действовать так, как будто у вас все хорошо. Даже не как будто, а действительно у вас все хорошо, у вас все желания удовлетворены, вы счастливы. Но когда мы отвергаем свои желания, когда мы складываем их в ящик, они оттуда пахнут из этого ящика. В результате человек боится вытаскивать эти свои эмоциональные состояния из этого долгого ящика. И всякий раз, когда он, ну допустим, вот, не был у человека месяц секса. При виде девушки он, и он начинает клинить. Ну там, или мужчина, если бы женщина. Начинает клинить человека. Какой из него может быть нормальный работник или адекватный человек, если вот клинит при виде? Он, естественно, будет избегать контакта с противоположным полом, чтобы не вспоминать об этом. Получается, что у человека обрезается вся реальность, в которой присутствует противоположный пол. Ладно, и допустим, человек на диете сидит, запрещает себе кушать свадкое мясо. Фанаты вегетарианцы, например, в которых слюни от мяса текут, но они всячески запрещают себе кушать мясо. Обрезается вся реальность, где есть вот та еда, которую они хотят, но запрещают себе. И вот так вот наш мир становится меньше, 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 меньше. Ну, в итоге большинство людей к старости мир составляет всего лишь телевизор, кровать. Ну и может быть работа, которая уже давно не нравится, но она просто привычна. Такой маленький-маленький мир. Все остальное запретная зона. Радиоактивная зона вещей, которые вызывают запах из шкафа нереализованных потенциалов или запрещенных эмоциональных состояний. Что делать? Открыть ящики, прожить это все подряд. Поначалу это будет больно, да, болезненно проживать то, что столько времени себе запрещал, а тут достал. Но, интересная штука. Когда мы проживаем в запрещенном эмоциональном состоянии нереализованных потенциалов, мы выпускаем энергию из этого. Мы чувствуем драйв, мы проявляем это, мы получаем прилив энергии. То есть это вначале немножечко болезненно, но потом мы чувствуем мощь себя, красоту. И на второй день практики проживания нереализованных потенциалов реально драйв ощущается, хочется еще, 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 еще. А найти их будет очень легко, вы хотя бы что-нибудь начинаете делать нестандартное, или даже хотя бы представлять что-нибудь нестандартное. И тут же начинают возникать мысли, там, ой, да у меня не получится, ой, какой кошмар и тому подобное. А что люди подумают? Это все эти самые нереализованные потенциалы, запрещенные эмоциональные состояния. Достаточно просто ощутить, вот, я начинаю думать. Я миллионер прямо сейчас. У меня такое, оп, возникает какое-то мелкое сомнение, возникает какое-то такое эмоция, из которой я сразу отдергиваю свое внимание, как бы, как отгорячего. Типа, это плохо, это плохая мысль, это плохое эмоциональное состояние. Нельзя, пусть шкафу остается. Так вот, сразу, как только это возникает, я, ага, у меня что-то в шкафу есть, что сейчас начинает пахнуть, когда я начинаю думать о том, что я миллионер. Я просто беру и фокусирую внимание на этом эмоциональном состоянии, мне становится немножечко, ну, так скажем, некомфортно, меня начинает ломать, это начинает приходить в эмоциональное состояние, и оно, бац, и выходит. Все, я его прожил, мне хорошо. Если появляются мысли в этот момент, там, например, «Да как можно быть богатым, если у меня все в семье бедные?» Ну, пусть проговаривание вот этих мыслей, продумывание этих мыслей, приходящих, помогает настроиться лучше на это запрещенное эмоциональное состояние. Еще лучше спросить себя у этого эмоционального состояния, что оно хочет рассказать, что оно хочет мне поведать. Допустим, эмоциональное состояние, как можно жить, быть богатым, если все в семье бедные, может мне сказать о том, что я не в ответе за близких людей, я сам за себя решаю, как я хочу жить, богатый или бедный, а мои родственники сами решают, на что фокусировать свое внимание, на том, что есть или на том, что они хотят. Я просто беру и фокусирую внимание свое на эмоциональном состоянии, я сам ответил за себя, я могу все. Я проживаю это эмоциональное состояние, я им наполняюсь здорово. Возникают новые сомнения, новые напряжения. Я просто вовлю, какое эмоциональное состояние за этим стоит и проживаю. Так постепенно по кругу мы проживаем, проживаем, проживаем. Еще хороший вопрос, какое эмоциональное состояние себе запрещают? Так тоже помогает навестись на то, что лежит у нас в шкафу эмоций. Постепенно этих эмоций становится меньше, представлять желаемое становится проще, и в итоге вы просто берете и я миллионер прямо сейчас. И становится так хорошо, так прикольно. Прямо про желание этого, я миллионер. Сразу перед глазами картины, как вот подавил соседу машину, просто захотел подавил. Студию поставил, аудиозаписи там, или киностудию. Дорогу во дворе застраждировал, потому что, ну, на велосипеде неудобно кататься. Ништяка. Торчу. И вообще нет никаких сопротивлений, потому что все эмоциональные состояния, которые противоречат этому, мы проработали. Дальше просто легко находиться в этом состоянии миллионера, просто торчать от него, просто получать от него удовольствие. А дальше дело законопритяжения, вы находитесь в этом эмоциональном состоянии, у вас нет сопротивления в этом эмоциональном состоянии. И все начинает совершаться, все начинает случаться. У людей через недельку, через месяцок вы уже можете асфальтировать двор, вы можете киностудию открыть и тому подобное. Все просто происходит. Самое главное, никогда не бежать от своих эмоций. Если я что-то просто, внезапно ощущаю какую-то эмоцию или даже тень эмоций, просто позыв какой-то, просто куда-то внимание уходит. Стоит насторожиться. Почему? Что такого я от себя прячу? Что у меня в шкафу есть, в шкафу эмоций, что я от себя прячу? Доставать, исследовать, изучать, смотреть, проживать. Когда у нас не остается нереализованных потенциалов, не прожитых эмоций в шкафу, тогда мы действительно свободны жить так, как мы хотим. Легко, свободно, играючи, ярко. Продолжение следует... ГAs в реакции, 4х и 10 тысяч лет следующей. Фондю любит тебя! Продолжение следует...